Здравствуйте! Вы смотрите программу «Ваш юрист». Во многих судебных спорах по уголовным и гражданским делам проводятся экспертизы. В юридической практике существует огромное количество видов и групп экспертиз. Мы уже рассказывали про почерковическую, а еще есть судебно-медицинские, химические, тросологические, баллистические и прочее-прочее. Но что нужно знать нам, с вами, обычным гражданам, об этих экспертизах? В какой момент необходимо привлекать эксперта? И чего ожидать от его заключения? Об этом поговорим сегодня. Игорь Михайлович, здравствуйте! Добрый день! Как часто проводятся экспертизы? Постоянно. На сегодняшний день процесс формализуется, люди становятся грамотные, зачастую попадаются изворотливые, ушлые, ситуацию в суде сознательно искажают. И порой установить важные обстоятельства по делу, так сказать, истину, можно только прибегнув к помощи специалиста. Вот и проводятся экспертизы. Их огромное множество. Каждый раз на рынок, условно говоря, экспертный, поставляются новые виды экспертиз. Экспертизы делятся на роды, виды, подвиды. Их, как я уже сказал, большое количество. Даже существует отдельное юридическое направление судебно-экспертная деятельность. Казалось бы, юристы никакого отношения не имеют к специальным знаниям. Но, тем не менее, юристов учат для судов, наследствий, толковать, комментировать экспертизу, искать в ней ошибки, определять ее на предмет соответствия, процессуального качества. Для этого нужно обладать определенными знаниями, в том числе специальными, и юристу. А в чем важность экспертизы по делу? Экспертизы очень важны при рассмотрении дел. Несмотря на то, что считается процедурно, процессуально, что заключение эксперта оценивается наравне с другими доказательствами, следователем или судьей, на самом деле это не так. Практически экспертиза – это как камень такой тяжелый. Если на чаше весов стороны представляет одна свои доказательства, другая свои доказательства, прямо полярные, противоположные, то экспертиза со своими выводами может склонить в конечном итоге судью к мнению о том, кто из сторон прав. Вот экспертиза в чью-то пользу, соответственно, та сторона при прочих равных условиях, безусловно, выиграет процесс. Приведу пример. Залив квартиры, только что сданный дом, все ремонтируют, строят. Непонятно, соседи с какого вышестоящего этажа затопили. Никто не признается. Не признается. Проводят экспертное заключение, выясняется, что именно в этой квартире, где делался ремонт, неправильно смонтирован фитинг. Это переходник между трубами. Хотя те и другие говорили, что мы непричастны. Это, по всей видимости, прорыв трубы в межквартирных перегородках. Выяснили, кто виноват. В конечном итоге установили виновного для ответчика хозяина конкретной квартиры. А для хозяина, что виноват конкретно подрядчик. Хотя их там было целый ряд, и они менялись. Но тот, кто конкретно, халатно отнесся к созданию этой конструкции отопительной, тот в конечном итоге и понес ответственность. И выплачивал. Да, безусловно, и выплачивал. Или приведем пример. В конечном итоге геномная экспертиза показала, что отцом ребенка является конкретный человек. То есть был спор. Геномная, то есть... Геномная, да, генетическая. То есть был спор. Женщина обратилась с иском в отношении конкретного мужчины. Иск об установлении отцовства, взыскании алиментов. Он говорит, я не могу быть отцом, потому что в это время, во-первых, я не находился в этом населенном пункте. Представляет ряд документов, в том числе и свидетельские показания. Во-вторых, у меня проблемы с потенцией. Тоже ряд документов, свидетельские показания. Провели геномную экспертизу. Она установила, что он отец ребенка. То есть экспертиза разметала, как локомотив, все доказательства, включая сомнительные. Потому что я не сомневаюсь, что это были лжесвидетели с его стороны. А у нас, граждане, это надо иметь в виду направо и налево. Такое порой рассказывают в суде, несмотря на то, что дали подписку о привлечении к уголовной ответственности задачу заведомо ложных показаний. Что экспертиза только и может разбить вот этих псевдо- и лжесвидетелей. А лжесвидетельство, кстати, как-то усугубляет потом историю этого человека? Ну, только для суда. Это внутреннее убеждение. Кому отдать предпочтение, вынести решение, в чью пользу. И, соответственно, это минус доказательства. То есть, если установлено и видно, что свидетель лжет, то, конечно, суд не будет принимать этого внимания при вынесении решения. Порой, извините за выражение, завирают так. Вот у меня недавний случай был. Там человек по уголовному делу, свидетель, сложное дело по мошенничеству, в ленинском суде рассматривали. Так он там до такой степени заговорился, что я, несмотря на свой опыт работы, вот я потом извинялся тут же в процессе, я начал смеяться. Вот это свидетель оппонентов. Ну, это уже было до такой степени нелепо. Все вот его алогичные доводы, какие-то фантазии, откровенно теряющие какую-то смысловую, логическую, элементарную канву. Ну, как говорят в персонале, просто заговорился, заигрался, заврался. Что даже я уже не выдержал. Другое есть слово, более подходящее. Я не могу другие слова применять. Я тоже. Я просто говорю, что в таких ситуациях, когда каждый говорит и настаивает на правдивости своих показаний, порой наиболее независимым и верным доказательством по делу становится заключение, соответственно, эксперта. Ну, то есть она очень-очень важна и значима. Очень важна. Вот тоже пример был важный. Там спор был на десятки миллионов. Делили, был раздел имущества. Ну, не между супругами, как это обычно бывает, а между предпринимателями раздел коммерческой недвижимости. Каждый хотел в сторону, вот в здании делили помещение, каждый хотел там южную сторону, крыльцо, тепло для арендаторов, да, коммерчески привлекательные площади. Вот, тут же и клиенты потенциальные приходят. Северная сторона, выход там на мусорные какие-то баки, на бетонную, плиту холодная, грибковая, неинтересно, да. Каждый настаивал на своем видении раздела. Вот экспертиза рекомендовала вот в той ситуации, с учетом всех обстоятельств по делу, всех обоснований и мотивировок. Одной стороне вот именно южной площади, другой там компенсация незначительная, плюс северной площади. То есть экспертиза разрешила спор. Игорь Михайлович, если человек понимает, что ему нужна экспертиза, как ему ее сделать, куда обращаться? На сегодняшний день в любом населенном пункте есть профильные экспертные учреждения. Для этого есть интернет, набрал соответствующую поисковую строку. Как? Судебная экспертиза или что? Вот конкретно, в зависимости от судебного спора, люди понимают, какая примерно нам экспертиза нужна. Они набивают это в поисковую строку и выходят в учреждение. Проще, конечно, решить вопрос через представителя, который работает с людьми, потому что это, как правило, человек-светущий, юрист, он уже понимает, что такое экспертиза, какие есть экспертные учреждения по профилю, нужному, именно приближенному к спору, можно найти в населенном пункте, поэтому представители, соответственно, сориентируются быстрее. А где в Приморье находятся такие экспертные учреждения? И в Приморье, и во Владивостоке их очень много по разным направлениям. Предположим, попал человек в ДТП. Есть специальные экспертные учреждения, автотехники, которые и определяют ситуационно, кто виновен, не виновен, если есть спор, и оценят ущерб. Все это есть. Если это с недвижимостью, соответственно, земля, это земельная экспертиза. Они по профилям, эти экспертизы, да? Конечно, по налоговым каким-то проблемам, по проверкам, связанным с бухгалтерией, можно привлечь аудиторов. В конечном итоге они проводят не только проверки внутри предприятия, но и готовят экспертные акты и заключения эксперта. Выступают в качестве экспертов в судебных заседаниях. То есть экспертные заключения готовятся экспертными учреждениями разного профиля. И сейчас заранее говорить, куда обращаться, и по какому вопросу, очень сложно. Просто нужно иметь в виду, что еще в запасе у любого ИСА или ответчика есть дополнительные доказательства. Можно инициировать проведение экспертизы или провести экспертизу самостоятельно с привлечением специалиста, который подготовит экспертный акт. Это не будет заключение эксперта, это будет именно экспертный акт. Вы упоминаете экспертный акт и экспертное заключение. А чем эти документы отличаются друг от друга? Заключение эксперта готовится по определению суда или по определению следователя, если это проводится в рамках уголовного дела. То есть суд выносит определение, стороны ставят перед судом вопросы, рекомендуют экспертные учреждения. Кто сталкивается с судами, тот уже более-менее начинает понимать, о чем я говорю, понимать, как реализовывать свои процессуальные права. После этого суд выносит определение с материалами дела, отправляет все это эксперту на исследование, на подготовку заключения. Иногда стороны не ждут, когда суд подготовит по своему определению соответствующий документ, отправит материалы эксперту. И самостоятельно, будучи заказчиком, оплачивают в экспертном учреждении работу и готовит специалисту, он не называется уже экспертом, выступает профессионал в роли специалиста, готовит так называемый экспертный акт. Они называются как угодно. Экспертный акт, экспертное заключение. Синонимы, то есть. Да, но это не заключение эксперта. Это используется в конечном итоге как иной документ, тоже важный документ. То есть вот этот экспертный акт, экспертное заключение можно сделать и до суда. Да, можно сделать до суда, в процессе суда самостоятельно. И затем приносят люди его в суд, демонстрируют, говорят приобщите к материалам дела, его начинают изучать. В каких-то ситуациях сторона согласна, спорящие стороны оба согласны с выводами, указанными в экспертном акте. В какой-то момент спорят, другая сторона не согласна, потому что, как правило, приносится экспертный акт, в котором может однобоко освещаться и оценивается ситуация в пользу заказчика. Тогда сторона имеет право предоставить свой экспертный акт или просто не согласиться с этим экспертным актом и потребовать в суде проведения экспертизы полноценной, которая должна объективно, со всеми материалами дела, все исследовать, изучить. Порой до обращения в суд уже необходимо прибегнуть к помощи специалиста и провести такого рода экспертное исследование. Приведу две полярных ситуации. Их тысячи от полярных вот этих ситуаций. Первая, жена обращается в суд, сначала участковому, писала в полицию, затем дело частного обвинения в суд на побои. Муж постоянно бьет, у нее синяки, ссадины, но она не провела ни о свидетельствовании, ни в конечном итоге нет возможности провести судмедэкспертизу. Муж говорит, я не бью ее. То есть оказались только вот ее показания и его показания. Ну, свидетели слышат порой крики, ругань там через стенку. Как доказать, была ли эта ситуация на самом деле? Очень сложно, практически невозможно. Берем другую ситуацию. Муж бьет жену, причиняет ей вред здоровью. Она сначала проводит медосвидетельствование, затем возбуждается дело. После этого на базе медосвидетельствования вот такого исследования первоначального, экспертного акта назовем его, проводят заключение эксперта. Где установлено, что вред здоровью причинен, все доказано. В суд виновный, безусловно, понесет наказание, будет привлечен к уголовной ответственности. Потому что экспертиза как раз расставляет все точки над «и». И неважно, как он это будет уже там комментировать, интерпретировать. Или вот еще случай. Занимают человеку деньги. Он через какое-то время говорит, вы мне не занимали. Говорят, вот твой документ, ты подписывал его. Он говорит, я не подписывал. У стороны, у взаимодавца была возможность получить подписи заемщика, где он стоял в других документах. Сравнили, действительно, подпись не его. Ну, это почерковеческая, да? Подпись не его, да. Они проводят почерковеческое исследование. Подпись не его. Соответственно, обращаться в суд о взыскании денег нет смысла. Подпись же не его. Хотя, понятно, он сымитировал. И когда готовил документ, договор займа, и им потом передавал, не при них готовился, там текст на компьютере, все. Кто-то за него поставил, это специально. Но у стороны появилась возможность обратиться с заявлением в полицию о привлечении его к уголовной ответственности за мошенничество. То есть это мошенник откровенный был. Экспертного акта будет достаточно или все равно еще требуется заключение эксперта? Экспертного акта порой достаточно, когда нет споров по нему. Если же другая сторона аргументирована в суде, не согласилась с заключением, которое указано специалистом в этом экспертном акте, а надо обратить внимание, что ему не разъясняется ответственность за подготовку заведомо недостоверного заключения. Может, он слукавил, закрыл на что-то глаза, не совсем объективно по заданию заказчика проявил. Кто? Вот тот эксперт, который готовил акт? Это специалист. Вот как. Поэтому он может подготовить заключение от лукавого. Если другая сторона выявила эти нарушения, огрехи и говорит, подождите, оно не то, что несправедливо, оно не объективно, оно очень корявое, процедурно по исследованию. Мы не согласны с его исследовательской частью, с его выводами. Просим назначить и провести экспертизу. Другого уже тогда эксперта? Да, тогда, разумеется, как правило, судьи не рискуют. Этот специалист уже считается не то, чтобы дискредитированный, но для объективности вообще назначается другое учреждение экспертное. И руководитель этого учреждения выбирает и дает возможность провести эту экспертизу другому специалисту. Вот вы привели такой пример, и возникает вопрос. А может быть такое, что эксперта подкупили? Он ошибся. Может быть, что эксперта подкупили, и мне даже такие случаи известны. Но, к сожалению, вот эта статья, подготовка заведомо ложного заключения эксперта, она тяжело как бы раскачивается. Мало таких вот экспертов, преступников привлекают к ответственности. Все сводится к тому, что экспертиза бракуется процессуально, то есть признается недопустимым доказательством и назначается или дополнительная, или повторная экспертиза в случае, если первоначально много нарушений. Но в любом случае, когда такие факты выявляются, это грустно, потому что и оппоненты, противная сторона, особенно в гражданском споре, и даже юристы зачастую не знают, как работать, как критиковать вот эти экспертные заключения. Как бороться против такого непорядочного эксперта и его подписанного с регалиями, со всеми документами. На моей практике был случай возмутительный, не один причем был, но вот самое возмутительное, это когда пытались привлечь к уголовной ответственности человека за побои, которые он нанес из хулиганских побуждений, которые он причинил двум женщинам. То есть на дороге конфликтная ситуация, водители не разъехались, и они говорят, он нас бил, у нас сотрясение мозга, но доказательств было недостаточно. У нас не решались его привлекать к ответственности. Один из водителей на регистратор записал сцену, которая как раз разогралась между вот этими вот конфликтными участниками ДТП, это не назовешь, там ДТП не было, между участниками этой истории дорожной. И выясняется, что они как кошки, агрессивные, темпераментные, набрасывались на него, то есть царапали, били. А сами женщины? Сами женщины такие активные, то есть хамовитые, причем хабалки, то есть на видеозаписи видно и материации, и кричат. Он тоже вел себя не как джентльмен, но нападали на него как собаки на медведя. Они, он еще такой здоровый, он от них отбивался. Собаки на медведя. Что дело, а никто не ожидал, что будет регистратор. Я уже, так скажем, успокоился, расслабился, думаю, ну готовимся к прекращению неминуемо. Но я забыл, что это Россия. Здесь подключили судмедэксперта пожилого с регалиями, с авторитетом. Вот подлец оказался он. Я имею право это сказать. Не томите, что было. А он, ему дали видеорегистратор, и он подготовил заключение эксперта, где он написал, что усматривается побои, удары, не побои, удары, которые наносит мужчина двум женщинам. То есть тогда, когда видно на регистраторе, что нападают они, он отталкивает их, на самом деле отталкивает. Если бы он их бил, хотя бы один удар нанес, я бы как адвокат даже не стал эту флешку с этой аудио-видеозаписью представлять. Ну зачем мне это? То есть там очевидно было, что они виновники всей этой истории. По всей видимости, спровоцировал конфликт он на дороге. Но именно вот эти активные действия, фаза кульминационная, была полностью их виной. Они проявили такую вот эту активность. Но на что надеялся этот эксперт? Ведь все видно на регистраторе. Я до Верховного суда дошел. Я ничего не доказал. Вот он так обыграл это. Удар его, толчок его. Я смотрю, не могу, где толчок? Ну да, он отталкивает, но нападают они. То есть он не учитывает, что они вот царапают, бьют, и при этом вот он отталкивает. Я вижу, да, он отталкивает их, берет, отталкивает ее в грудь. То есть толчок в область нижней скулы. Где там нижняя скула? Возможно, там ладошкой задевал. То есть удары исключены. Ну я сам же все вижу, у меня аж тоже есть зрение. Я бы сомнительное доказательство потенциальное не стал бы в процесс вводить. Для чего это? Вот его так оценили, таким вот образом обработали, отработали, что оно стало доказательством обвинения. Россия здесь уже ничему удивляться не приходит. То есть даже очевидное видео здесь не помогло? Ну это почему я и привел этот пример. Это самый на моей практике 26-летний, самый возмутительный, дерзкий такой вариант, как можно доказательство защиты переработать, переоценить, перегруппировать, что оно становится доказательством обвинения. То есть бывают сознательные какие-то подмена понятий и заключений, а вот несознательные могут быть ошибки. Недостаточная квалификация, предположим. Такое тоже бывает, и зачастую тогда против такого рода экспертиз, как и против тех, где сознательная нарушается методика, делаются выводы в угоду следствия или стороне какой-то, если имеется подкуп эксперта. Тогда алгоритм отработанный, берете копию этого заключения, который вам все равно по суду представляют, и на следствии тоже представляют. Относите в другое экспертное учреждение, чтобы они дали рецензию. И они критикуют, и после этого выходите в суд, настаиваете на признании доказательства недопустимым, и настаиваете, заявляете ходатайство о проведении повторной экспертизы в другом учреждении, разумеется, и там можете рассчитывать на объективность. Это услуги платные, и кто, если да, то кто платит? Да, безусловно. И заключение эксперта, и экспертные акты, они всегда платные, ценники разные, стоимость 30, 50, 100, 150 тысяч, в зависимости от тех расценок и от сложности исследования. Но зачастую экспертные учреждения проводят даже сложные экспертизы, а цена невысокая. На моей практике была недорогая экспертиза в государственном учреждении. Это проводили коплесную, комиссионную, посмертную психолого-психиатрическую экспертизу. То есть умирает человек, выясняется, что семья шокирована. Выясняется, что он составил завещание на какую-то женщину, на ее ребенка, не его сына. Никто не может понять, как так это произошло. Инициируют суд, а признание завещания недействительным. Те приносят фотографии, ряд свидетелей, как говорят, загулял. Вот он ушел с этой семьи фактически. У них своя история, разумеется. Вот мы длительно вместе. И свидетели есть, тоже целый ряд. Пришли, говорят о том, что они любящие фактические супруги. Такого термина нет. Супруг может только в зарегистрированном браке быть. Распространенный термин. И вот только экспертиза показала, что мужчина был невменяемым на момент составления завещания. Спор, разумеется, был выигран. Завещание признано сделкой недействительной. И семья законная стала наследником и вернула недвижимое имущество в семью. Игорь Михайлович, а нужно ли проводить экспертизу, если человек уверен, ему кажется, что он все знает и все точно? Бывают такие ситуации. Приведу пример ДТП. ДТП. Один из участников ДТП закончил автотехнический какой-то вуз. Тоже работал экспертом одно время, автотехником. Все знает, составил всю схему, все подготовил. Помимо ГАИ в суде был готов все рассказывать, потому что все знает. Но его вовремя остановили со словами, подожди, там очень спорная ситуация, ты выступаешь участником процесса. Соответственно, ты можешь давать объяснение. Ты не можешь выступать помимо участника процесса еще экспертом или специалистом. Ты обязан пригласить иного человека или настаивать профессионала. Такого же, как это, он даже может быть по квалификации, по компетентности ниже и слабее тебя. Но это дополнительное доказательство по делу. Человек не может совмещать роли участника процесса и эксперта-специалиста. То есть вывод очевиден. Если даже кажется человеку, что все понятно, ему, да, то лучше привегнуть к экспертизе. Конечно, безусловно. Это дополнительное доказательство, и оно становится порой самым основным в деле. Игорь Михайлович, спасибо. Как всегда, полезная информация. Спасибо вам. До свидания. Это была программа «Ваш юрист». Пусть у вас все всегда будет только хорошо. Редактор субтитров А.Семкин